Всем привет, с вами Эдвард. Уважаемые участники проекта Древняя Греция, обращение лично к вам и всем, кому небезразлична судьба данного проекта. Я представитель так называемой оппозиции. Хочу рассказать вам правду о нас и о причинах недавних событий. Я устал, что меня и моих товарищей поливают грязью и вбрасывают лживую информацию один человек, всем вам известный. Игорь может красиво говорить и мастерски уходить от ответа, как ему кажется, на самом деле оставляя лишнее понимание в голове у людей, которые просили ответ. Он не говорит вам правду, потому что знает, что он не прав. Он знает, что большинство нас поддержит и боится этого, говоря вам, давайте подождем, пока все уложится. Дальше расскажут мои друзья, которые поддержали меня, а я поддержал их. Они стали мне поистине дорогими, объединенные общей целью донести до вас правду. Спасибо, Эд. Очень приятно, на самом деле, что действительно есть такие люди, которые поддерживают, которым небезразличны. В общем, ребят, всем привет. Это Вайс, одна из тех самых бунтерей и создателей тайных бесед, да, Игорь? Я бы хотела обратиться к ребятам, но в данный момент хочу сделать обращение к Игорю. Мне действительно обидно, что я подарила свое драгоценное время, как и все ребята, на твои проекты. Знаешь, в чем твоя беда? Твоя проблема в том, что ты схватился сразу за все. В погоне за финансами. А так как проектов запланировано много, естественно, появилось много людей. И каждый выбрал то, что пришлось ему по душе. В итоге в Вашке у тебя случился хаос. Ты не мог остановить поток предложений и идей. Тебя это взбесило, ибо нашлись же умники, которые не согласны с твоим мнением. Никто не может тебе перечить. Короче, ты не справился со своими главными обязанностями. Это факт и правда. Если хочешь пойметь легких денег, то не думаю, что тебе здесь что-то светит. В общем, мой совет тебе. Так как ты умеешь красиво излагать, путать людей, навязывать свое правильное мнение, писать больше, то с такими способностями тебе подойдет работа, которая начинается с фразы «Здравствуйте, я из компании Reflame, и у нас замечательная продукция». А вот это сфера, в которую ты залез, в основном для творческих людей. Тут всегда будут споры и мнения других, с которыми тебе, как руководителю, придется считаться. Сейчас передаю возможность высказаться Ване. Всем привет. Это, да, я тот самый зачинщик всей этой разрухи. Вы всегда слышали правду только Игоря, но никогда не слышали правду с наших сторон. У нас есть доказательства всех наших слов, поэтому мы ничто не говорим напрасно, как Игорь. Расскажу про конфликт с Белгородом. На группу Белгорода было очень большое количество жалоб со стороны ребят. У них была неактивная беседа, у них были неактивные администраторы, за счет чего меня и Эдварда добавили в эту беседу. То иначе, я связался с админом для того, чтобы узнать, выполнили ли они работу, которую мы дали им. В ответ я получил умолчание. Они ничего не сделали. Взял все в свои руки, я решил исправить это. И в результате чего получил шквал критики, оскорблений и большого количества ужасных реплик по отношению меня и всех моих друзей. Я долго это выслушивал, но терпение у меня было не вечно, и я закончил свой разговор, свой замечательный диалог с ними. Я не вижу дальше смысла метать бисер перед свиньями, после чего ушел просто. На утро же Игорь получил очень много жалоб в мою сторону, в результате чего он перевинул эту всю ситуацию на свой лад. Игорь, который хвастается своими двумя высшими образованиями, не смог понять обычный фразеологизм. Или все-таки же понял, но притворился тупым. В результате чего он сам лично заявил, что я всех назвал, всех белгородцев назвал свиньями. Но после того, как я спросил, что это была за демонстрация, он просто кикнул. Кикнул меня, кикнул людей, которые спрашивали, что здесь происходит. У Игоря просто не хватало ответов на вопросы. И его главный ответ был бан. Итак, я та самая воровка бизнеса Игоря, как он меня называет. Но это сторона, которую вы знаете со слов Игоря. И теперь говорим мы. Никакого плана по захвату проекта или бизнес-плана ни у меня, ни у кого из ребят не было. Начнем по порядку. Идея Игоря — это деньги. Деньги за счет просмотра Ютуба, его не совсем удачного сайта и прочего головняка. Самое странное, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что Игорь просит вкинуться на фонд взаимопомощи, гарантии работы которого он не дает никому. И всем обещает зарплаты. Но материальное состояние других его вовсе не волнует. Деньги ему нужны только на себя любимого. Впоследствии нашего разговора он сказал, да, я лицемер. И обсуждать людей за спиной их, а это правильно. Обсуждать наркоту с людьми младше 18 лет — это правильно. Что все люди, кто работал с ним, но затем вышел из проекта по каким-либо причинам, никогда для него не рождались. Что было с Анастасией Ефимовой, которая держала актив во многих беседах. Если человек имеет идею, как принести денег Игорю, то он закроет глаза на любые его действия. Что происходит с Кингом злым? Он оскорбил меня и ребят за спинами. А когда мы попросили сказать это нам в лицо, он осел. Со словами, что если нам что-то не нравится, то он нас просит на выход возглавить полк, так скажем, идущих на три советских буквы. Также им была сказана фраза о том, что мы в любом случае будем исключены по решению парламента, в котором, прошу заметить, состоит только он. Поэтому я устроила бунт. Причем ребята даже не знали о нем. Бунт я устроила по одной простой причине, что есть парламент, по решению которого я буду исключена. И есть много ребят и групп, в которых я общаюсь и, ну, так сказать, прониклась любовью к ребятам и не хочу терять общение. Как и, конечно, соответственно, мои друзья. Поэтому я написала всем о том, что Игорь меня бесит и кинула ссылку на новую группу. Никакие деньги, махинации нас не интересуют. Это все стезя Игоря. Только ему нужен, ну, ребята, которые не актив, ему нужны для получения денег для его проекта. То есть не актив будет описан, и если не актив зайдет на сайт, значит, этот не актив нам нужен. Соответственно, интересы большинства людей, которые просят Игоря, чтобы он что-то сделал с тишиной беседы, его абсолютно не волнуют. Главное, чтобы все зашли на YouTube-канал, подписались и все чекали его сайт. Нас это не интересовало, мы высказали свое мнение, Игорь с ним не согласился, поэтому мы были на грани исключения. И чтобы не утруждать, так скажем, Игоря, мы решили сделать все сами. По поводу того, что есть какие-либо, так скажем, информаторы у него, информаторы у нас, это все полная брехня на самом деле. Потому что нам не нужны никакие информации, информаторы мы, как бы, просто за общение и игру с другими ребятами. А вы подумайте, прежде чем доверять Игорю.